В субботу в одном из петрозаводских лесных массивов закипит работа. Преображать начнут стадион «Коммунальщик». Он в четвертый раз примет соревнования международного уровня. Зрелищные гонки по земле Сампа пройдут в столице Карелии. О том, какой должна быть трасса, узнала Анжела Маркевич. В следующие выходные в этом лесу не будет так тихо. Собачий лай и подбадривающие крики каюров горожане услышат далеко за пределами гоночной трассы. Именно здесь, на этом пустыре, через неделю стартуют международные гонки на собачьих упряжках. Правда, сегодня об этом грандиозном мероприятии еще ничего не говорит. Трассу необходимо подготовить. И хоть снега пока не хватает, но прогноз благоприятный. Организатор гонок, известный путешественник Виктор Симонов, надеется, что снег еще выпадет. В противном случае придется подвозить такие вот удивительные нюансы карельской зимы. С завтрашнего дня начнется активная работа. Трассу будут подсыпать снегом, потом укатывать снегоходами и так до нужного результата. Протяженность соревновательных маршрутов – два круга по 20 километров. Вмешалась снова погода. Река не замерзла и не позволяет удлинить дистанцию. Помогать в организации международных состязаний будут 155 человек – волонтеры. Волонтеров бригада уже международная. Там даже будет два представителя афроамериканцев. Не замерзнув? Ну, надеюсь, что нет. Набрали помощников из районов Карелии, Москвы и Питера. Куда более широкая география самих участников – это самые сильные гонщики из всех уголков России. Из зарубежных заявились четыре команды из Финляндии, одна из Швеции, из Прибалтики и Белоруссии. Всего больше ста спортсменов. Самых главных героев гонок – собак – будет в разы больше. Если каждый из каюров привезет с собой 6-8 четвероногих напарников, то можно себе представить, как шумно будет на коммунальнике. Теоретически, собак для гонок можно взять на прокаты у самого организатора и путешественника Симонова. Но они привыкли работать не на скорость, а на огромные экспедиционные расстояния. Да и сами участники твердо рассчитывать могут только на результат своей лающей команды. Тот же Фин, вес опека, он персонально к нашей гонке готовится целый год. Он, правда, приезжает, первые места выигрывает и уезжает счастливый и довольный. Но он целенаправленно к этой гонке готовится. Также очень многие гонщики. Оценить мастерство участников соревнований смогут жители и гости города. Вход, правда, организуют по билетам, но они же и станут потом лотерейными. А пока надо все подготовить. Построить три моста через речки и канавы. Здесь также проляжет путь спортсменов. Соорудить надувные ворота, ограждения, рамки. В общем, устроить полный сервис. Работы очень много. Но кроме укладки снега сейчас намного заранее ничего не сделать. Причина в русском характере. Все, что плохо лежит, это все плохо лежит. Анжела Дробышевская, Владимир Волотовский, Борис Касьянов. Сампо ТВ 360.